Привет, уважаемые друзья, это канал Слават Юнайтед, и если вы думаете, что мы просто сейчас будем играть в матч Трухильянос и Шандюнь Лунейн Тянь Шань, Тай Шань, прошу прощения, поклонники этой команды наверняка смотрят, мы с Лёхой решили такой турнир замутить, то есть выбрали 10 команд, такие как Стронгист, Тарактор Соси, ЛДУ Лоха, Шандюнь Лунейн Тянь Шань и Трухильянос. Трухильянос, похоже, у Трухильяноса составом проблемы, потому что есть Валера, смотри, Сифонтес, блин, мы точно не ошиблись с Трухильяносом, и сильные команды вроде Манчестера Юнайтед, Милана, Интер, Леон и сборная России, ну сборная России еще непонятно, да. Просто пердома в атаке, лучше бы бандир чемпионата. Мы не ошиблись с Трухильяносом, вот что я скажу. Лучше объясни людям, что это будет типа чемпионат? Да, это будет типа чемпионат, ну ты уже сам объяснил по большому счету, это будет типа чемпионат, то есть мы играем, каждый из этих двух команд сыграют по одному матчу, вернее по два матча друг с другом, то есть допустим вот сейчас Шаньдунем управляю я, в следующий раз Шаньдунем будет управлять Леха, и в общем все эти команды сыграют друг против друга, и я думаю, что это будет интересно, посмотрим, кто выиграет. Лучше бомбардировал, кто выиграет турнир, то есть это вот такой первый матч турнира, любители статистики доставайте листочки, считайте, потому что сегодня великие команды сходятся, и такой матч пропускать категорически не рекомендуется. Итак, друзья, полный стадион в Трухильяносе, где это? Ну это Южная Америка, понятное дело. Судя по строениям это какой-то спальный район Москвы вообще. Ну спальный, не спальный, мы настроим камеру, чтобы вам было удобно смотреть, а нам максимально неудобно играть. Прямой эфир, друзья, прямой эфир телеканала Наш Футбол Трухильянос. Это ведущий спортивный телеканал, Трухильянос. Начинаем. Итак, свисток судьи, не последовал Пинера и Кирдомо, сами решили как-нибудь что-нибудь делать. И, знаете, Пинера вырывается на оперативный простор, тут же бьет уже. Жебром, какой накал страстей в первые секунды. Ну, команда Чэньшань, это все-таки ребята, проповедующие Шаолинь, которые с утра до вечера, днем и ночью занимаются в монастырях буддийских. Да, это не просто так какие-то, понимаете, китайцы вышли погонять мяч. Ну, помню матч сборной Китая и Пекина-Гуань, когда китайцы проиграли с разгромным счетом. Ну, посмотрите, что сотворил сейчас китайцы. Прием к кунг-фу просто дал локти. Ну, ужасно. Вагнер Лав, друзья, Вагнер Лав. Где Вагнер Лав? Вот, под десятым номером в составе... Ну, сейчас, подожди, сейчас. Заложаю. Вот, вот он, Вагнер Лав. Ты видишь его? Вот это неожиданность. Вот это неожиданность. Мы встретили Вагнер Лава. Между тем, что-то было у ворот. Это прямой эфир. Так что вы не переживайте, что вы не видите половину матча. Все в порядке. Так японцы и задумывают. Футбол. Бритсена. Фигуэйра. Брак. Брака, должен быть большой процент брака. Так, Монтило. Сейчас за Монтиле. Смотрите. Ой, Пасхи, гениальный. Привлечение, мы там еще удар дали следую. Уловит мяч перец. Хэй, перец. Ну, перец, значит, какой-то такой не очень хороший. Хреновый перец. Фария. Интересно, это легионер или коренной трухильянец? Передовой трухильянец. Вот так вот. Вдобей. Прием пень к фу просто. Фария. Вот он, коренной трухильянец, единственный в своем составе. Поклонники команды трухильянец скучают по старым временам, когда трухильянецы составляли основу этой команды. Фариянец, я думаю, это и команда, и сборная одновременно. То есть, они там один клуб на всю страну. У них свое государство. Ну, один клуб, один в чемпионате, единственная команда и вообще единственные люди. Хорошо, что они заявились в наш слегка чемпионат. И Вагнерлава, внимание, противника этой команды. Заброс на Вагнерлава с Луцкого активирован. Ну, это уже стиль, стиля Кенфеева. Ну, Вагнерлава, я думаю, что им надо слышать, как надо играть. Господа, как это паспорт, этот трепасик. Так устремительно. И, что происходит, не дрова. О, не, не, ну это кунг-фуист. Это же штрафное. Кунг-фуист, они сыграли четко. Судья бы что-то не досмотрел. Я, по-моему, вообще не смотрел. Он, наверное, смотрит по монитору прямого эфира. Поэтому он не видит половину того, что происходит. За кадром вы можете смело ходить, и Вэйра подает. Вот это тоже неожиданное событие. Но китайский голкипер очень уверенно может сказать очередным кунг-фуистским приемом. И-и-и, ну сейчас будет удар. По-моему, сейчас кунг-фу показывал человек из Трухильянеса. Да, давайте посмотрим момент еще раз. Как вратарь здорово сыграл. Там упал, упал Трухильянец. И что происходит дальше? Подача в штрафную. Могучий удар по воздуху мимо мяча. Трибуны кистрят иероглифами. Вы, наверное, это уже заметили. Болельщики команды Шаньдунин, Мунэн, Тяньшань. Наверняка уже... Айшань, прошу прощения. Наверняка уже понимают, что там написано. Взбодряются благодаря этим иероглифам. Это у них как башня пропаганды. Генерал стоит. Перец. Мы знаем, что это матч открытия чемпионата. Матч открытия чемпионата, да. Столько внимания к нему. Особенно здесь, в Трухильянеце. Трухильянецы с незерпением этого ждали, потому что им надоело играть в дублирующем составом основным. По стороночке. Это единственный опыт команды Трухильянец. Фигуэра. Киннеро. Не бежал Киннеро. Это было видно. И Пердомо. Пердомо. Лучший вообще, вне команды. Ну какой, Дувей, классный защитник. Разобрался здорово. Удар дали. Но все Трухильянецы, особенно вот те, которые сидят под навесом за воротами, обратите внимание, какой внилый стадион. Это лидный стад. Пердомо. А вот на противоположной трибуне все жарятся на солнце. То есть это хозяйский сектор, болельщики Трухильянеца, пытаются всеми силами показать, насколько они выносливы, насколько они сильны. И насколько... Ну, они надеются, что это передастся их команде. Куипенк. Что можешь, Лёх, сказать об этом в седьмом номере? Я думаю, какое имя говорит за него. Ну, он легендарный номер носит, седьмой. И что там происходит? Финальти. Финальти? Нет, это офсай. Ну да, совершенно верно. Судьяни... А все штрафной. И там вообще мяч прошел сквозь ноги, а обоих игроков причем? Причем сквозь обе ноги. Это прям мой эфир, дорогие друзья. Судьяни видит, вот он тянет руку, зигует, говорит хайль джень-джень, и джень-джень делает хайль. Смотрите, там впереди должен был быть Вагнер Лав. Вы пока совершенно не заметили. Что ты ждешь от армейского лидера? Что он покрасит цвет, другой цвет волос, крайне. Ну, Вагнер, посмотрите, что творит. Вагнер Лав. Открыл счет, Вагнер. Это Вагнер Лав. Первый гол в чемпионате. Первый гол в чемпионате. Друзья, записывайте. Вагнер Лав, капитан китайской команды. В лове, как написано у него на спине. Хорошо, что не Робинхами. Там бы можно было просто сердечко нарисовать. Ну, посмотрите, какой перехват в центре поля был организован. Вагнер Лав получил мяч. Трухильянец обыгран. И какое ускорение, сумасшедшее. Он его еще не растерял. И ближний угол. Ну, что такое? Да. В Торе, по демос, что-то там написано. Ну, вот по демосу и не сработает сейчас у вратаря. Кто защищает твои ворота? Отпаси, пожалуйста, вратарю. Давай посмотрим, кто. Нужно знать своих героев. А ты перец же. Перец. Ты забыл, что ли? Перец очень-очень плохо. Незачет перцу. Ой-ой-ой. А, нет, ты казалась, что... Ну, там трухильянцы не смогли ничего организовать. Брецено. Пинеро. Самое страшное у трухильянец это короткая скамейка запасных. Вот так вот. Ай-яй-яй. И кто мог открыть? Это Пинеро, по-моему, был на стритоке. Или Пердомо, я уже. Нет, это Пире, Папа, на П. Что-то там. Ну, не Пердомо точно. Ну, значит, Пинеро. И еще, у тебя еще Пероза. Команды берут просто игроков на П. Ну, еще фигуэры, потому что Ф похоже на П. Ой-ой-ой. В центре поля падение не по Шаолински, правило? Самое интересное, что... Ну, вот это по Шаолински. Ну, вот это штрафной. Ну, как? Нет, нет. Я сегодня просто какой-то... Именно так. Перец. Теперь какой-то Перец. Перец, Перец. Что он творит? Ну, пас должен был быть, конечно, я думаю, на Магнера-Лава. Ож. Атака развивается. Ой-ой-ой. Маккеньорис. Манки. Интересно, есть ли его Манринкес. И что там происходит? Что происходит? Да блин. Кстати, это на поле Санц проходит матч на машном стадионе. Здесь тоскуют по Неймару. И все по этому ставят Турфель-Вианцера. Ну, сможет ли Вагнер-Лав стать лучшим бомбардиром и утереть в Санюх? Я думаю, нет. Я думаю, что Пердомас все-таки включится еще в эту игру. И вообще, в принципе, в чемпионате. В гонку бомбардиров. Да, в гонку бомбардиров. Пердомас. Или как его там, я уже забыл. Пердома, Пердома. Ты свои лучшие пироги. Вот. Опердома. 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 Опердома? Да, то есть прорвемся, ответь опера. Именно под такую песню настраивается Опердома. На каждую матч. У себя дома. У себя дома, безусловно. Его кумир Роман Широков, который говорит, что из дома лучше в общении. Поэтому Опердома. Ииии, Вагнер Лав близок. Еще одному взять у ворот. Повезло. Пронесло, как говорится. И что творит Янг Чен. Ян Чен, друзья. Это и синтез, и янь. Это сокращенно Я Чичен. Я Чичен. Честно признаться. А вот Чен Чен. Дважды Чичен. То есть это вообще просто суперкоманда. Пероза пытается отнять у Я Чичена. Но у Чичена так просто не отнимешь. Потому что кровная месть сейчас сработает. И уже все родственники этого игрока могут бояться. Двей. Чень, 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 чень. Кровная месть, друзья, в действии. Уже игроку Трухельяноса плохо стало. Хорошая атака развивается. Нет. Просто фантомный прием сейчас используем китайцы. Что происходит? Вердома. Китайцы... Как он понял? Кто-то из китайцев сфалил. Они все одинаковые. А мне кажется, он рандомно просто показал карточку. Любому есть. Там неважно кто. А здесь, кстати, он так задел. Слегка совсем. Мне кажется, он не стоил от пола. Ну, что за черный кран? Черный кран, видимо. Оператор настраивает. Настраивает аппаратуру, да. Чин Чен, кстати, получил желток. Карточку Чичен. Ну, ничего. Он и Сидье тоже отомстит. Все у него на карандаше. И Сидья, правда, на этом турнире у нас будет один, лысый. Другого нет, к сожалению. Нет, он наменяет. У меня иногда Говард Лэп, а иногда какой-то там непонятный вообще. Иногда у тебя женщина. Вагнер Лап. Патинет на название лучшего бомбардира. Золотую бутсу даже, я бы так сказал. Потому что кроме него пока больше никто не забил нашим чемпионам. Ну, он уже на первом месте на золотую бутсу. Ну, по крайней мере, на желтую бутсу. На золотую, не знаю, где. Фария. Фария. Ну, это как Демария, только Фария. Это А-Фария. А-Хель-Фария. Ан-Хель-Фария. Ан-Хель-Фария, да. Брат Ан-Хеля Демарии. Завидует то, что брата его продали на 60 миллионов. Это наоборот Демария завидует. То, что тот играет за команду. Играет с душой. Фария-Фария. Фария-Фария. Это команда с душой. В отличие от ПСЖ, деньги. Все-то все неплохо. Ну, к сожалению, с ПСЖ встречу не планируется. Но планируется встреча с Манчестер Юнайтер. И ради такого случая на этот турнир именно вот Демария, он сыграет именно за Манчестер Юнайтер, чтобы встретиться с братом своим. Я уже забыл, как зовут брата. Ан-Хель-Фария. Ан-Хель-Фария, да. И они сойдутся. Вот он, Ан-Хель-Фария. Они сойдутся. И, кстати, возможно, даже на одном фланге выгодят друг друга. Это будет интрига. Сможет ли Ан-Хель-Фария сдержать своего алчного брата или деньги победят. Хорошая атака. Пердомо. Ну, Пердомо по-другому не может. Удар! Давно у него был удар по воротам. Что-то скучный довольно-таки матч. Перешел. Начало было бурное, а потом как-то все скатилось в центру поля. Ну, Вагнер Лав своим голом в стиле Леонида Слудского. Шандун Лунэн Тяйшань впереди. Удар по воротам. 8 ударов на него Струхельянов. Точные передачи 35% у Шандуня. Ну, да. Просто полный Шандунь. Но, тем не менее, Шандунь впереди. Благодаря Вагнеру Лаву. Перерыва здесь нет. Здесь игроки только уходят. И тут же, как мы потребуем, выходят. То есть им не требуется время на отдых. Потому что товарищеский турнир Вагнер 2. Потому что они и так эти, как у вас, шаолинцы. Шаолинцы им не нужны, да. Ну, а тут Ильянос, очень простые ребята. Им не требуется отдых. Анхель, как его? Пария. Пария. Пинеро. Брако. Ну, Брако. Очень большой процент Брако. Поэтому такой передачи мне неудим. Судя по этой передаче, у него 100% брако. Ну, 35%-то у нас. То есть передачи. Я имею в виду Шандунь. Ну, что происходит сейчас? Бердомо. Бердомо теряет мяч. И Вангганг. Это Ванггэнг, как говорят темнокожие футболисты команды. Бердомоус. Удар. Нет, друзья. Ян Чен. Пока абсолютно лучше вратать турниры. Ну, Бердомоус близок был его, чтобы вступить в гонку бомбардиров. Что? Матч закончен, по-моему, между жарой. Что? Какой офсайд? Ну, офсайд был, конечно, километровый. Проблем в том, что я не планировал подобные вещи. Ну, ты не планировал, а твой Пердомоус, по-моему, только, наверное, рассчитывал. Итак, Ян Чен выносит мяч вперед, вращается на Вагнера Лава. Ну, тут он не подрассчитал и Перец мячом. Перец выкател на Анфелепарию. Пария, но... Оширмается! Удар! Что он делает? И тащит Перец, на сей раз Перец не подвел. Вот здесь Вагнер Лав идет с острого угла, с отрицательного угла, где-то с воротом. И этот момент там повторяют, друзья. То есть... Как это повторить? Ну, режиссер в трансляции просто гений. Я думаю, что это... Великий человек, просто Кончаловского, наверное, этот турнир, чтобы он показывал... Может быть, он... Ну, как сказать... Это может любой режиссер так делать, чтобы зритель сам додумывал, что там происходит. То есть это сейчас очень популярно. Чтобы вы не просто тут посмотрели, да, и видели. Вот, вот, чтобы вы думали, а что там творится? Пердому! Блин, ну как так, Пердому? Пердому, к сожалению... Ну, как бы это не иронично звучало, обосрался. Брак. Хороший пас на Пинерра, но... Все контролируют шаолинские монахи. И уже... Ой-ой-ой, ну Вагнер и Лава свалили. Ну, каким приемом? Он единственный не шаолинский. А шаолинцы, они мстят. Шаолинцы мстят. То есть им даже нисколько победа важна, а сколько месть. Брак. Фария. Анхель Фария. Хорошая подача Анхель Фария. Что там происходит? Ни что, я ничего не видел просто. К сожалению, игроки твоей, судьбе с ним тоже ничего не увидели. Что? И что происходит? Желтая карточка. За что? Прошу прощения. Бед сказал, судья. Нашел еще одного китайца и думает, а, ну давай ему покажу. А что он сделал? Он упал просто и членом зацепил одного. Это прием шаолинский древний. Непонятно, почему за него дают карточку. Это чистейшая игра. Ванг Тон не в ту сторону смотрит. Да, но он шаолинец. Он сам определяет, где член сторона. Ох, ну просто. Нет, игра в воздухе была на уровне Шаолина, монаха Мастера. Смотрите, что творится. Ванг Ганг устремляется в атаку. Ну, там повезло. Там повезло. Манкирес. И Неро. В розовых бутсах обыгрывает самого Манковина. Нет, это не Пердому. Это Брисено. Ну, поэтому он и затушевался парень немножко. Бывает, совсем бывает. Кроме вот этого человека, Вагнера Лавы, который прошел школу Леонида Слудского. Да что, я нажимаю лето. Ой-ой-ой-ой, Вагнер Лав не сдаётся. Вагнер Лав оцелился не только на лучшую бомбардировку, но и на лучшую ассистенту. Сейчас он подавал. Трясающе. Марк Гонсалес. Тоже небезызвестный футболист. И хороший удар. Это тоже из ССК, который Гонсалес, что ли? Что? Это тоже, который из ССК? По-моему, да. Ой-ой-ой, что-то резко камера как-то поменялась. Непонятно, что-то. Привыкай. Ну, прямой эфир. В прямом эфире всё бывает. Генера. Какой пас! Удар! Да как? Давайте посмотрим на повторе. Момент, который возник у Трухильяна. Все трухильянцы встали просто в эту секунду. Обратите внимание на теплицу за воротами Ян Чена. Можете охмотать ещё этот момент. У вас блага такая возможность будет. Вот, теплица замечательная, огурчики, кунгёрки, всё будет. Неужели первые три очка заработают китайцы в этом чемпионате? Ну, первые три очка. А почему ты уверен, что... Ну, всё идёт к тому, что вряд ли Трухильяна сможет всё-таки сравнивать. Китайц завис сейчас. Ну, это бывает. Это от передозировки Шаурини при ценах. Потерями Шауриницы. Ну, они очень жёсткая игра. Жёсткая команда. Есть подозрение, что они даже чемпионами могут стать. Да, ну, чемпион... Даже судья вообще, по-моему, не свистит. А тебе не кажется, что это кабинетный чемпионат? Потому что Багдерлав за эту команду играет. Какие-то кабинетные интриги. Может быть, китайцы уже договорились обо всём? Может быть, конечно. Я надеюсь, на лучшее. То есть у нас честный чемпионат. С пердома не договоришься. С пердома... Он так и так не забил. Нет. Пердома стоит на себе по бардерам. Так, ну, посмотрите, что происходит. Здесь подача прошла. Багдерлав! У-у-у! Какой мобильный! Братарь решил играть ногами. Осталось, чтобы взять мяч в уроне. Ну, что это Перецов? Не Перецов. Это Песеков. Песеков. Куипен подаёт. Но дар головой не случилось. Бантон! Дай удар. И такой, судя по всему, довольно опасный. Да, я думаю, что все идет к тому, что все-таки это будет победа китайская. Да, но может быть замены какие-нибудь проведем? Да в том-то дело, что у Трухеляноса нет вообще игроков на замене. Там, по-моему, 4 человека всего сидит, и 2 из них там 3 защитника. Это лучше из лучших. Тут просто страна, где всего 15 человек живут. Трухеляноса, это как Спарта. То есть из слабых игроков сразу выбрасывают. Остаются только вот такие. Хорошая подача. Вот это может быть опасно. Удар по своим воротам. Нет, это шаолинские трюки для того, чтобы размять вратаря. Потому что он застоялся. И решили вот так подстраховаться футболисты шаолинской команды. И что происходит? Вот Вагнер Ла всех обыгрывает. Всех обходит. Вагнер второй гол пошел забивать. Тут перец находит нас. Точен. Еще сделал брейк-данс такой издевательский. Мол, Вагнер, не думай, что все так легко. Не думай, что все так просто. Что происходит? Ну, это первый матч чемпионата. Тут ошибок много. Простительно. Ну, ну, посмотрите, что происходит. Брако! Я убежал. И тут все четко. Все четко. Камера не успеет. Оператор сейчас просто из стороны в сторону двигает. Я уже устал, наверное. Я уже устал, наверное, штуки, как делать. И, наверное, я спорю до последнего. Надо им отдать должное, конечно. Ну, надо. Но другое дело, что шаолинцы тоже не опускают рубку. И они продолжают искать счастье в контратаке. Вагнер Лафф! Вагнер Лафф! Вагнер Лафф! Что ты делаешь? Надо было забивать такой гол, конечно. К сожалению, да. Мог сейчас просто единолично возглавить список бомбардиров. Он так его единолично возглавляет. Укрочить свою лидерство. Он не мог. Но решил, видимо, пас отдать. То есть на партнера собирать. Чтобы забил не только партнера. Ну, какой? Ну, что судья свистит? Свистул, судья. Еще и свистук у него такой протяжный. Остается длительный. Это говорит о том, что офсайд – это очень важная часть футбольного матча. 85-я минута, я думаю, да. 85-я минута, я думаю, что порадил. Возможно, все-таки кто-то сможет спасти эту игру. Янус, у нас есть... Ну, у тебя есть мирова. Валера! Да, у тебя есть Валера в команде. Полузащитник, к сожалению. Ну, ничего, Пироза устал. К тому же защищать всегда надо. Валера, он защищает дорогие. Я выпущу Браво в атаку. Единственный форвард, то есть на замене. А еще есть полузащитник Мендоза. Ванг Ху. Так, потом, ну, честно говоря, у меня тоже выбор. В общем-то, игроков небога. Он побогаче, чем у Трахельянаса, так скажем. Но я бы не сказал, что... А может быть, ты Валеру в атаку поставишь? Не, я уже выпустил его в защиту. Я думаю, он и там справится со своей задачей. Ну, Валера... Обратите внимание, как зовут Валеру. В Валера. Верим Валера. То есть... Он как талисман команды. Ему не обязательно играть в нападение. Ему главное находиться над полем. Ну, извините. Валера, он... Где Валера? Валера, не в игре. Как не в игре? Ты выпустил Клаудио Браво, вратаря Барселон. То есть вратарь Барселон играет лучше, чем в твоих полевых играх. Что произошло? Сейчас мы посмотрим. Мы повторим, мы к этому уже привыкли. А нет, нет, мы не посмотрим, потому что ему кассету вытащили. А, вот все замены. Замены сейчас были предвидимы. Ну, что было странно, на самом деле. Хотя Браво уже принимал участие в аппете. Видимо, не все замены сразу. То есть сначала одна часть замен, потом... То есть для Валеры отдельная. Давай! Други. Янас. Други Янасу, к сожалению, не победу. Ли Джин Донг. Вот он, свеженький китаец. Хотя, кто их знает? Мы полсостава могли обновить в то время перерыва, и никто даже не понял, что мы это сделали. Что, последний из-за атак, даже не из-за атак, а вообще последний атак от Рухельяноса больше шансов не будет. Линдоза. Линдоза вышедший на замену. Долбей держит его. Давай! Ну что это? Ну, он супер не сыграл. Было странно. Ну, Манрикев, что это было? Просто сейчас Рухельянцы закидали его. Это еще повтор. Говорит, как и позорился. Да главное, повтор того опасного удара нам не показали. Зато нам показали вот этот момент по деньгам. Несомненно, важно. Рухельянц был очень близок. Близок к чему, если спросить? К тому, чтобы сравнять счет. Сомневаюсь. Нет, не сомневаюсь. Шаолинцы все контролировали, Вагнер Лав мог забивать еще, и повезло. Вагнер Лав идет к воротам, и не смог даже спасти свистка. Не смог пройти защитников. Посмотрите на это. Поправился процент точных передач во втором тайме у Шаньдуна. И, в общем-то, удары по цели. Тоже два удара против трех. Лучший круг, тем не менее, до Вэй. Вот так вот. То есть не Вагнер Лав, а до Вэй. Перец слабоватый сыграл. Вот какие у тебя впечатления легкого по старту? Я думаю, это сожидает великолепная баталия бросок. Вот по командам, которые сегодня сыграли, можешь ли ты сказать, что Шаньдуна... Я сразу сказал, что китайцы лидеры этого чемпионата. Ну, разве смогут они конкурировать на равных с такими командами, как Манчестер, Юнайтед, Милан, Интер, Леон и даже сборной России? Я думаю, что и в них есть и шанс. Тем более с такими игроками, как в Агнер Лав. Ну что ж, на этом я думаю, что мы закончим. Спасибо, что были с нами. Смотрели этот великолепный матч. Нас ждет еще немало игр. Я надеюсь, что вы их все посмотрите, оцените. И будете внимательны за нашим чемпионатом. В группу, пожалуйста, заходите в контакт. Там будет вся статистика. И наслаждайтесь игрой. Спасибо. Удачи и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok